Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «О чем молчит время», а это значит, что вас ждет увлекательное путешествие по страницам истории и знакомство со знаменитыми земляками. Сегодня мы расскажем о самом известном представителе фамилии, которая, пожалуй, на слуху у каждого рязанца. Интересно, что приходит вам на ум, когда вы слышите фамилию Живаго? Ну, наверное, если вы являетесь поклонником творчества Бориса Пастернака, то вспоминайте его произведение «Доктор Живаго», или же думайте об одном из банков нашего города. В любом случае, род Живаго является старинным и довольно известным, а вот его родиной по праву может считаться Рязань. История рода Живаго началась в далеком 16 веке. Согласно документам того периода, они были служилыми людьми и защищали Переславль Рязанский. А потом, когда город перестал быть крепостью, они, как и прочие служилые люди, занялись торговлей. Сначала на торге Переславля Рязанского у Кремля, а затем вместе со всем рязанским купечеством перешли на главную торговую площадь Губернской Рязани. Располагалась она в районе нынешней филармонии, где находились так называемые каменные ряды. Торговали они овощами и галантереей и были весьма уважаемыми людьми. Ну а знаменитыми и горячо любимыми для Рязани они стали уже в середине 19 века, когда проявил себя один из самых ярких представителей этого семейства – Сергей Афанасьевич Живаго. Он, как и многие молодые рязанские торговцы, решил уехать в Москву и открыть там свое дело. Дело это называлось «Магазин военных офицерских вещей на Тверской улице». То есть был подобный магазин в Петербурге, Москва такого еще не знала. И вот в начале 20-х годов Сергей Живаго открывает этот магазин. И магазин просуществовал до конца его жизни и более того, на многие десятилетия пережил его, со временем трансформировался. Там уже продавали не аксельбаты и палеты, там продавали дорожные принадлежности, спортивные принадлежности. Ну то есть что тоже было, собственно, новым для Москвы конца 19-го, начала 20-го. То есть как-то вот такие новаторские тенденции, они постоянно были присущи. Даже вот, казалось бы, в такой довольно консервативной, а может, я не права деятельности, как коммерция, торговля. Но знаменитым Сергей Живаго стал не потому, что был новатором, и не потому, что занялся в Москве разработкой новых схем кредитования и активно занимался общественной деятельностью. Главной в его жизни стала благотворительность. Можно дать, что, яблоко, допустим, да, а можно дать саженец, чтобы выросло яблони и кормило тебя до скончания дней твоих. Вот Живаго предпочитал давать саженец. То есть он начинал, в общем-то, традиционно, значит, училище, монастырю помогал и так далее. А потом разработал проект. Для того времени это был, я считаю, такой очень серьезный проект для провинциальной России, согласно которому он инициировал создание здесь, в Рязани, городского общественного банка. Тогда такие банки только начали появляться. И главная их особенность заключалась в том, что создавались они на деньги горожан. Кроме того, 10% прибыли таких банков должны были тратиться на нужды города. Понятно, что основной проблемой стал первоначальный капитал. Но Сергей Живаго эту проблему решил. Он предоставляет даже не 10, как это было предписано законом, а 20 тысяч рублей в качестве первоначального капитала. Однако при этом Сергей Живаго четко прописывает, на что должна тратиться прибыль этого банка. Прибыль должна была распределяться по нескольким пунктам. И все эти пункты были оговорены в условиях, которые разработал сам Сергей Живаго. Первое, что в Рязани должен был появиться родильный дом. К тому времени в городе были в составе городской управы, как-то понятно, что там нештатные и прочие, две бабки-повитухи, которые помогали рязанским роженицам. Середина XIX века. В Англии метро у нас бабки-повитухи. Родильный дом, где женщин из небогатых семей должны были принимать и обслуживать бесплатно. Кроме того, при родильном доме должен был появиться приют. В этом случае, даже если ребенок оставался без родительского попечения, у него была крыша над головой и соответствующий уход. Далее на деньги банка должно было открыться ремесленное училище для мальчиков, где они могли бы получить профессии и, соответственно, кусок хлеба в будущем. Согласно уставу техникума, опять, если можно обратиться к документам, что принимались мальчики определенного возраста, которые должны были получать профессию и получать образование. То есть они должны были выходить в люди, как раньше говорили, то есть не потеряться в этой жизни. И преподавались здесь не только закон божий, не только отечественная история, словесность, математика, но и специальные предметы и, конечно же, профессии. Ну, обычно наиболее одаренные дети получали еще стипендии, которые учреждались специальным фондом из меценатов. К сожалению, сам Сергей Афанась Живаго до официального открытия своего детища не дожил. Дело продолжил его брат Иосиф Афанась Живаго. Училище для девочек существовало при Казанском монастыре еще до появления банка. Предполагалось, что определенная часть от его доходов должна идти на содержание этого учебного заведения. И последний пункт – это выплата пособия девушкам из малообеспеченных семей при выходе замуж. То есть мы имеем такую хорошо продуманную целостную систему помощи молодым рязанцам, оказавшихся в силу разных обстоятельств в трудном положении. То есть начиная с первого момента жизни, когда они появляются на свет, они оказываются в роддоме, то есть у них значительно увеличиваются шансы на выживание. Далее, если ребенок был определен, был такой интересный термин в те времена – несчастнорожденный. Если он оказывался несчастнорожденным, его помещали в приют, где он находился до 7-8 лет. А дальше мальчики в одно училище реместренное – учитесь, пожалуйста, все, вышли, вы уже можете себе зарабатывать, уже не пропадете. Девочки, значит, чтобы оградить их от всяких летворных влияний под опеку монашенок в Казанский монастырь, где их обучали не только грамоте, но и рукоделию. То есть такие тоже вполне подготовленные к жизни барышни выходили. Плюс еще они получали право, не только те, кто воспитывался в училище, а вообще все городские барышни имели право претендовать на пособие от банка при выходе замуж. Причем от них не требовали никаких справок, что вот я там послезавтра замуж выхожу, поэтому, значит, дайте мне пособие. Все достигшие брачного возраста имели право, значит, претендовать на это пособие. Конечно, претенденток всегда оказывалось больше, чем количество пособия, которое было банком предусмотрено. И тем не менее, размер пособия не уменьшался и составлял около 150-200 рублей. Из положений выходили путем приведения своеобразной жеребьевки. И тут уж кому повезет. Понятно, что, так сказать, такая система, я имею в виду, с приданным, она вызывала много всяких шуток там и прочее. Как писал Сергей Ценин, от банка Сергия Живаго росла у женихов отвага. То есть, как бы подразумевалась некоторая корысть со стороны женихов. Все, что задумал Сергей Живаго, конечно, не сразу, но было осуществлено. Сам банк начал свою работу в 1863 году. В 1875-м открылось ремесленное училище для мальчиков. В 1901-м родильный дом. Здание родильного дома сохранилось по сей день. Правда, само медицинское учреждение из него переехало. Сохранилось также здание ремесленного училища для мальчиков, в котором сегодня расположился рязанский автомобильный техникум имени Сергея Живаго. Планировка здания с 19 века практически не изменилась. Правда, на месте домовой церкви сегодня актовый зал. Зато в тех самых классах, в которых раньше обучались ребята, и сегодня учатся такие же мальчишки. Конечно, здесь сделан современный ремонт, но атмосфера старины буквально витает по этим длинным коридорам и старинным лестницам. А сами преподаватели и студенты знают и чтят историю этого учебного заведения, в стенах которого уже более века ребята получают путевку в жизнь. Мы очень горды тем, что вернули имя Сергея Афанасьевича Живаго. Это наша история, это наши корни, это тот завет, который мы, наши преподаватели, мастера производственного обучения, они выполняют до сегодняшнего дня. Потому что точно так же, как и 140 лет назад, мы реализуем ту же самую идею, заложенную Сергеем Афанасьевичем Живаго. Мы готовим в жизни ребят, даем им образование и выводим их в люди, давая им ту профессию, с которой они не пропадут в жизни. Ремесленное училище носило имя Сергея Живаго до 1917 года. И вновь это историческое имя было возвращено ему лишь в 2006 году. К сожалению, в Рязани не сохранилось ни одного дома, где жили представители семейства Живаго. Известно лишь, что один из их домов находился на месте современной площади 26 бакинских комиссаров. А вот здание, где располагался банк Живаго, пусть и весьма недолго, сохранилось. Это здание современного правительства. Построено оно было на деньги банка, правда, сам он весьма скромно занял по разным источникам, либо первый этаж полностью, либо вообще лишь его часть. До недавнего времени на фронтоне здания еще можно было увидеть проступающую надпись «Банк Сергия Живаго». Но после последней реставрации ее совсем не видно. Сам банк просуществовал до 1917 года. Однако в 1992 году в Рязани появился его преемник, также носящий имя Сергея Живаго и чтящий традиции, заложенные своим працом. Мы, конечно, занимаемся благотворительностью, но не в таком объеме, как прежний банк, там большую свою часть, потому что если большую часть мы будем на благотворительность направлять, то мы не выживем в нашей ситуации на банковском рынке. Но благотворительностью занимаемся именно те направления, те традиции, которые старый банк Сергий Живаго, он придерживался, то же самое, в общем-то и мы. Благотворительность у нас разносторонняя, мы помогаем и детям, мы помогаем и ветеранам. Мы тесно работаем и сотрудничаем с инвалидами, организацией инвалидов нашего города, с правоохранительными органами, с молодежью. Ну, в общем, все те мероприятия, которые проходят у нас в городе, мы не зря же еще и являемся муниципальным банком, то есть банком городским. Все те общественные мероприятия, которые проходят здесь, мы обязательно в них участвуем спонсорами, генеральными спонсорами. У нас есть благотворительный фонд, который мы включаем в смету ежегодно определенные суммы, утверждаем и эти суммы используем на всестороннюю благотворительность. К сожалению, Сергея Живаго не осталось прямых наследников, но все его дела продолжили племянники. Кстати, потомки Сергея Афанасьевича иногда бывают в Рязани. Так они приезжали на презентацию книги о своих предках, авторами которой стали Ирина Кусова и Галина Чекваркина. Эта книга посвящена не только Сергею Живаго, а всему роду, в числе представителей которого было еще множество знаменитых людей. Ну, например, Александр Васильевич Живаго по образованию врач, был одним из крупнейших исследователей Древнего Египта. Путешествовал, собрал коллекцию замечательную, которая потом благополучно перекочевала фонды Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. И его самого туда, так сказать, музейщики к себе забрали. После 1917 года, когда, как он выразился, какие-то там, значит, полуграмотные санитарки стали управлять больницей, был уже совершенно невыносим. Он ушел в музей и там почти до 80 лет, почти до конца жизни работал. Были среди Живаго и океанологи, и цитологи, а родной брат Сергея Афанасьевича Семен был профессором академической живописи. И до сих пор в Исаакевском соборе Санкт-Петербурга мы можем увидеть его работу. Кстати, имя главного героя произведения Бориса Пастернака, доктора Живаго, это не выдумка и не случайность. Достоверно известно, что писатель был знаком с представителями этой фамилии. В частности, его отец, Леонид Пастернак, учился в училище живописи, вояне и зодчества вместе с Надеждой Живаго, которая впоследствии стала знаменитым иллюстратором и эмигрировала в США. Вот на этом интересном факте мы и заканчиваем нашу программу и прощаемся с вами до следующего месяца и до следующего своеобразного путешествия во времени. Удачи!